Доброго времени суток, с вами Даниил Добро. Сегодня я расскажу про кода Neon Linux 5.19. Данный Linux похож на Windows, своей панелью и управлением. Нет приложений с подсказками при запуске. Но есть справка. Все тестировано в своем ноутбуке с процессором i3 и LZU 4 ГБ. При повторном проведении тестов результат может отличаться. У вас может быть все по-другому. Окружение кода. Плазма богата разными настройками. Устанавливается просто как Linux Mint. Рекомендую программу для создания загрузочного диска взять с офсайта. Ссылка будет в описании. Если брать с их сайта, то антивирус ругается. Вдобавок на офсайте даже такой версии почему-то нет. Советую отключить эффекты на слабом ПК после установки. Мало предустановленных программ, но есть удобный маркет приложений. Новое ядро 5.4 от Ubuntu. Данный Linux основан на Ubuntu, как и Linux Mint. Вес ISO образа 1.6 ГБ. Немного статистики. При запуске потребляет данный Linux 700 МБ. При воспроизведении видео в HD-качестве, в браузере, в Firefox, который установлен по умолчанию, данный Linux потребляет 1.54 ГБ. Например, в игре SuperCard, в которой я тестирую все Linux, он потребляет 1.57 ГБ, что примерно столько же, как и Linux Mint Mate. 20 ГБ, который примерно потребляет столько же. Запуск примерно тоже 1 минута 20 секунд плюс-минус, как и в Linux Mint Mate. В итоге, серьезных отличий в производительности я не обнаружил при отключении эффектов. Также я решил остаться на этом в Linux. Мне нравится большое количество настройок и удобная панель с основными настройками. На этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До встречи в следующих видео. 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 Продолжение следует...